Мы вам говорим доброе утро и желаем вам бодрого начала дня. Ставьте цели, достигайте их и радуйтесь. А еще оставайтесь с нами, потому что вы смотрите Утро с губерний. Актуальные данные, информация, новости. В общем, все для вас. Россия нам активно помогает повысить квалификацию, сменить профессию, а также открыть свое дело в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Программа бесплатного переобучения и дополнительного профессионального образования реализуется в России. Она стартовала в прошлом году и рассчитана до 2024 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Цель – повышение квалификации, смена профессии, возможность открыть свое дело. Подробнее о том, какие возможности дает нам эта программа и кто может ей воспользоваться, поговорим с гостей в нашей студии Елена Даниленко, директор Центра занятости города Хабаровска и Хабаровского района. Елена Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще в нашем постоянно меняющемся мире возможность переобучиться, она как-никак кстати. И для каких категорий вот эти программы переобучения рассчитаны? В данной программе могут принять участие такие категории, как безработные граждане, граждане 50+, безработные, которые зарегистрированы в органах службы занятости, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, женщины, имеющие детей дошкольного возраста и не состоящие в трудовых отношениях, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, и молодежь до 35 лет включительно по различным категориям, которые после военной службы не смогли в течение четырех месяцев трудоустроиться, которые получили образование и тоже в течение четырех месяцев не смогли трудоустроиться. Ну, то есть различные категории граждан в возрасте до 35 лет включительно. Илья Васильевна, ну, категории понятно. А что нужно мне сделать, чтобы я получил возможность вот этого переквалифицирования, переобучения? И в каком случае мне могут отказать? Ну, для того, чтобы вы могли поучаствовать в нацпроекте «Демография», вам необходимо первонаперво относиться к той или иной категории. Так, это есть первое. Есть первое. Второе. Вы должны иметь учетную запись на портале госуслуг. Заходите на портал «Работа в России», в раздел «Демография» и подаете заявление. Там выбираете различные компетенции. У нас уполномочены осуществлять обучение три региональных оператора. ТОГУ, РАНХИКС и ВОРД СКИЛС. Вы можете пройти повышение квалификации. Можете получить новую профессию. Можете повысить то, что вы имеете. Принять участие могут не только граждане, которые не заняты. То есть граждане, состоящие в трудовых отношениях, также могут пройти обучение, в том случае, если не относятся к одной или другой категории. Здорово. То есть, получается, я могу заочно, параллельно учиться и работать при этом? Да, да, совершенно верно. Вы выбираете то или иное направление. Период обучения составляет от трех недель до трех месяцев. Все зависит от выбранного вами направления, да, от специальности. Мы понимаем, что рабочую профессию, конечно, мы не освоим, да, за три недели. Там понадобится максимум времени. На что следует обратить внимание, когда вы подаете заявление? Вам необходимо будет обязательно следовать тем рекомендациям, которые будут размещаться в вашем личном кабинете. Обязательно в определенный срок необходимо будет прийти в центр занятости, для того, чтобы вы могли пройти профориентацию и явиться с пакетом документов, который поможет подтвердить ту или иную категорию. В этом очень большая ошибка граждан, которые подают заявление. И мы отклоняем заявки. У нас отклонено заявок треть от поданных. То есть мы рассмотрели три тысячи заявок только вот по территории города Хабаровска, Хабаровский район. И треть из них мы отклонили. Потому что, допустим, приходит человек, он говорит, я отношусь к категории высвобождаемых. Предъявите нам, пожалуйста, документ, да, что ваша организация находится в стадии там реорганизации. А я... такого документа пока нет, но мне сказали, что скоро... Ну, то есть, конечно, нет. Обязательно должно быть постановление или приказ, который говорит о том, что вот-вот это настанет, или уведомление. Если женщина в декретном отпуске, приказ с предприятия. Если это категория 50+, ну, тут достаточно паспорта. Если это предпенсионеры, выписка из пенсионного фонда. Ну, то есть, любую категорию гражданин должен подтвердить. И, конечно же, вот в тот срок, который написан в извещении, в личном кабинете, гражданин обязан вернуться, явиться в центр занятости. Потому что срок проходит, мы вынуждены отклонить его заявочку. Следуем всем рекомендациям. А какие программы, какие профессии предусмотрены? Может ли там человек, что вот у него там изначально там получил он образование вот такое, а тут решил его взять и поменять? Был экономистом, стал фазировщиком. Ну, условно. Может. Значит, здесь у нас образовательные организации действуют на основании закона об образовании. То есть, тоже все зависит от начального образования. Если нет, допустим, у него высшего образования, конечно, он на экономиста обучиться не сможет. Без образования мы можем обучить только на рабочей профессии. Значит, всеми операторами представлено более 600 направлений. То есть, спектр огромный. Вот главное понимать, что ты хочешь и что ты можешь. На что ты имеешь право. У граждан есть обязательства, конечно же. Значит, что должен сделать гражданин, когда он подает заявление? Ему предлагается три вида договора заключить. Первый вид договора между заявителем образовательной организации и работодателем, которым он собирается трудоустроиться. А, то есть, примерно, в будущем нужно понимать, куда именно ты с этой рабочей специальности отправишься. Совершенно верно. Второй вид договора – это гражданин и образовательная организация. В этом случае, значит, гражданин планирует открыть собственное дело, либо уйти в самозанятость. И третий вид договора – это гражданин, образовательная организация и центр занятости. Это для безработных граждан. То есть, здесь мы в любом случае, если у гражданина не получилось трудоустройство, мы, конечно же, ему будем оказывать содействие. Ну, вот вы сказали про то, что есть, мы уже обсудили с вами формат заочного обучения, а все-таки очное обучение имеется, а тем более, если есть рабочие специальности, там же необходимо практику проходить. Конечно. То есть, гражданин также может совместно с образовательной организацией выбрать формат обучения – очное, дистанционное, заочное, очно-заочное. То есть, там представлены различные виды обучения, различный формат обучения, для того, чтобы гражданину было удобно. Ну, сейчас, конечно, такие реалии, когда нужно постоянно узнавать что-то новое, да, может быть, открывать для себя какие-то новые направления, поэтому это очень здорово узнать подробности. Я так понимаю, можно на сайте «Работа в России», да? «Работа в России», либо можно обратиться в органы службы занятости по месту жительства. Ну, вот, допустим, мы на Гишкина 9, понедельник-пятница с 9 до 18. Мы для граждан открыты. Пожалуйста, звоните, приходите. Елена Васильевна, вам большое спасибо, что нашли время и возможность нам прийти в студию, об этом поговорить, правда, очень важно. Спасибо вам большое за беседу. А хочу напомнить, что на студии была Елена Даниленко, директор Центра занятости в городе Хабаровск и Хабаровский район.